Время в больничной палате, как правило, тянется бесконечно. От грустных мыслей спасают общение, книжка или телевизор. К тому же теперь пациенты онкодиспансера могут не только сериалы и новости посмотреть, но и практические рекомендации лечащих врачей. В диспансере запустили собственный телеканал Сокот ТВ. Если человек информирован, то он, значит, вооружен. И этот канал просто необходим, потому что если человек, ну, уже, как бы сказать, заболел, попал сюда, в эти стены, это не просто так. Вот этот канал нужен для тех, кто заболел, как с этим жить, как жить потом. Диагноз рак оказался для Натальи Янюткиной неожиданным. Сейчас женщины проходят в Самарском онкодиспансере лучевую и химиотерапию. Говорит, даже не представлял, насколько далеко шагнула наука. Настолько все, это все функционирует в связи, что делают просто чудеса. Люди выходят 100% уже здоровыми людьми. Представляете? И я просто надеюсь на то, что и я тоже выздоровлю. Чтобы лечение было успешным, пациенты и сами должны к этому стремиться. А каким образом, врачи рассказывают своим подопечным посредством телеэфира. Мы даем советы как по образу жизни, характеру питания, физическим нагрузкам, так и специфические советы, что наши пациенты должны делать, чтобы не возникли рецидивы, как они должны обследоваться, у каких специалистов и в какие сроки. Врачи не только отвечают на самые частые вопросы пациентов, но и помогают справиться с тревогами и страхами, разобраться в своих чувствах и эмоциях. Марина Матвеевична, Павел Плесняков, События. Марина Матвеевична, Павел Плесняков, События. Продолжение следует...